Примерно год назад предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую, которая обусловлена серией из трех разнесенных на неделю теледебатов. Как водится, они проходили по выходным, и вся Америка следила за тем, как разворачивались события. Мы тогда подробно описывали ход этой драки, где в итоге со счетом 2-0 победил Джо Байден. Счет оказался таким, потому что на первых дебатах Трамп, избравший за Диресту и однозначно атакующую тактику, был побит его же оружием. Байден показал, что там, где Трамп учился таким приемам, Байден преподавал. Тогда окончательно стало понятно, ху из мистер Трамп. Он способен быковать рисоваться крутым парнем только тогда, когда за ним стоит охрана, а за оппонентом – никого. Вот тогда он крутой мачо, может гнуть пальцы и показывать свое превосходство. Но как только перед ним оказался оппонент, с которым ему надо иметь дело лично и без посторонней помощи, Трамп моментально сдулся. Байден не просто победил в первом туре дебатов, он растоптал Трампа так, как сам Трамп привык это делать. Надо сказать, что именно такой контрыгры Байдена не ожидали ни в предвыборном штабе Трампа, ни соратники самого Байдена. Обычно спокойный и уравновешенный он выдал такое, что челюсти отвисли у очень многих. И после этого стало понятно, что публично, назвав Байдена Джо Медляк, Трамп сильно промахнулся даже не так в его оценке, как в том, что он показал эту оценку. И Байдену осталось сыграть антипода Медляка, что он и сделал. Причем сделал он это так, что когда публика выдохнула, а он вернулся к своему обычному образу, всем стало понятно, что дедушка Джо тот еще игрок и может играть в разные игры. Даже в те, которые навязывает противник. По этой причине второй тур пришлось отменить, сославшись на ковидные ограничения. А на самом деле команда Трампа стала срочно переигрывать тактику и стратегию дебатной борьбы и решила пропустить второй тур, потому что Трамп еще не был готов играть в новой тональности. Ну а выйдя на третий тур, Трамп играл непривычную для себя роль уже без экспрессии, оскорблений и дерзких выходок. Он вел себя как обычный клерк и тут его Байден сделал просто не напрягаясь, потому что именно такая тональность игры для Байдена наиболее комфортна. Но не только это повлияло на проигрыш Трампа, но и то, что очень многие заметили метаморфозы, произошедшие с Донни и его разительные отличия от того, что он демонстрировал в первом туре. Очень многим стало понятно, что Байден тогда его сломал и его игра в третьем туре оказалась вынужденной и навязанной Байденом. А кроме того, это показало насколько Трамп жидкий на расправу и какой он, по сути, трус. Об этом говорили и раньше, а некоторые люди из его бывшего окружения даже писали об этом книги. Но те, кто смотрел дебаты именно для того, чтобы понять, как выглядят кандидаты в личной драке, могли все увидеть живьем. Ну а такие трусоватые типы, которые пытаются играть роль дерзкого босика, всегда имеют одинаковое побочное свойство – злопамятство, переходящее в мстительность. Такие типы никогда ничего не прощают и, безусловно, все помнят до конца дней своих. А если представится возможность, постараются самоутвердиться своей местью и Трамп однозначно не исключение. И вот в прессе появилось заявление пресс-секретаря Трампа в его бытность президентом США Стефани Грышем. В своем интервью информационному агентству ABC она сказала о том, что сейчас Трампом движет жажда мести и что он обязательно будет баллотироваться на президентских выборах 2024 и предложит все усилия для того, чтобы получить номинацию от республиканской партии, а потом и выиграть выборы. В отличие от выборов 2016 года и даже 2020, сейчас у него нет особой конструктивной программы вообще. Его единственным желанием является захват власти и ее полная узурпация, которую он намерен осуществить, используя новые президентские полномочия. Его не смущало и не смущает превышение и злоупотребление полномочиями. У него не стоит вопрос о том, стоит ли нарушать законы, разрушать демократические устои или даже исторические ценности страны для получения власти, которой теперь он намерен распорядиться в диктаторском стиле. В частности, Гришем сказала следующее «Я просто хочу предупредить людей, что как только он вступит в должность, если он победит на следующих выборах, ему больше не придется беспокоиться о переизбрании. Он будет мстить. У него, вероятно, будет довольно драконовская политика, которая будет продолжаться постоянно». При этом пресс-секретарь говорит о том, что в планах Трампа полный демонтаж системы власти. В случае возвращения в Белый дом он намерен уволить всех государственных чиновников изо всех ведомств и на их место назначить лояльных и преданных ему людей, которые не станут саботировать его приказы и распоряжения, отсылаясь на конституцию, законы и прочую чепуху. В общем, в кругу своих сподвижников он развивает именно такую теорию. При этом официально он еще не заявил о своем участии в следующих выборах, хотя различной прозрачности намеков уже выдал более чем достаточно, но уже есть очевидцы и даже интервью Yahoo Finance, где Трамп рассказывает о том, что своего основного претендента на номинацию от Республиканской партии губернатора Флориды Рона де Сантиса, он победит без особых усилий. Он так и сказал, Рон де Сантис будет побежден, как и все остальные. В связи с этим Джо Байдену следует обратить внимание на наш опыт и не повторять ошибок, допущенных Украиной в 2019 году. Америке есть, что терять, если вернется это мстительное конторское ничто. В общем, играть в белых перчатках, конечно, можно и нужно, но при этом понимая, где, когда и с кем, чтобы не заиграться.